Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный пирог. Пирог орехово-шоколадный. Я называю ореховый поцелуй. Очень вкусный ореховый песочный корс, шоколадный крем и вкусный взбитый кремовый такой белок. Так как тесто песочное и основа у него песочная, берем сливочное масло и муку. Сюда я добавляю разрыхлитель и перетираем муку и масло. Вот так, просто руками. До однородной крошки. Масло у меня мягкое, часа два лежало в кухне на столе из холодильника. Когда у вас получилась вот такая вот однородная крошка, сюда добавляем молотые орехи. У меня грецкие и молотые орехи. Добавляем 100 грамм, перемешиваем. Меньше 100 грамм не стоит, потому что все-таки корж должен быть ореховый. Можете брать не только грецкие орехи, а любые орехи. Теперь я не добавляю яйца, но я добавляю столовую ложку сметаны. Перемешиваем, чтобы получилось тесто, кусочек теста. На пергаменте растягиваем тесто в форме круга в пласт диаметром приблизительно до 30 сантиметров. Теперь берем кольцо или форму для торта диаметром до 22 сантиметров. Итак, перекладываем тесто вот так на форму. И теперь разравниваем внутри, чтобы у вас и стеночки получились, и дно лягло. Вилочкой вот так вот прокалываем дно и бока. Теперь готовим замарной крем. Включаем плиту. В молоко добавляем сахар. Я делаю так. 100 грамм сахара я 50 грамм отправляю в крем, 50 грамм я отправлю в белки. Мне понадобится 2 яйца. Я разделила желтки в одну сторону, белки в другую. И вот желтки идут в крем. Их тоже сюда. И перемешиваем. Венчик для этого не нужен, можно просто делать вот так вот лопаточкой. Кусочек сливочного масла. И сливочное масло должно разойти здесь, оно должно разогреться. Теперь жду, чтобы сливочное масло растало. Оно очень быстро вот так вот, видите, тает. Теперь что же делаем? Добавляем столовую ложку какао. Можно вместо какао использовать тертый шоколад. Тоже подойдет. И крахмал. Столовую ложку крахмала. Любого. Картофельного, кукурузного, любого. И еще, если крахмала не нашлось, берите столовую ложку муки. На крахмале вкус самого крема мне нравится больше. Все. Теперь что делаем? Ждем, чтобы масло до конца растаяло. И это все начнет густеть. Никуда не уходите. Вот так вот силиконовой лопаточкой помешиваем на среднем огне. Можно даже взять меньше, чем средний. Надо, чтобы оно не горело, не пригорало. А уваривалось. И получился густой крем. Буквально несколько минут. И крем вот такой вот густой. Никуда не отходите. Все время помешивайте. И следите за температурой. Если будет слишком большая температура, подгорит он внизу. Поэтому по вашей плите ориентируйтесь. Значит, когда он вот такой густой, видите, выключаем плиту. Отправляем крем в середину торта. Вот так. Духовку ставьте разогреваться на 180 градусов. И отправляем в хорошо разогретую духовку наш пирог. Где-то на 35-40 минут. Тесто должно пропечься. Вот так. Быстрее, чем полчаса, такие вещи не готовятся. От 35 до 40. Пока будет печься, взобьем белок. Итак, белковый крем. Два белка и оставшиеся 50 грамм сахара. Взбиваем. Вот тут обязательно нужен миксер. Тут никак. Смотрите, вот такой густой получился белок. Теперь достаем пирог. Через 30 минут после того, как оно стоит в духовке, еще 10 минут осталось, я беру взбитый белок и вот так вот перекладываю. Когда будете доставать, крем прямо бурлит. Так вот и должно быть. Теперь распределяем крем и отправляем еще на 10 минут в духовку, чтобы сам крем из белка немного схватился. Такие пироги, тортики, они должны стоять после духовки пару часов. Не разрезайте сразу. Крем внутри очень горячий, пока он должен остыть, чтобы хорошо держать форму при разрезе. Поэтому выключите, достанете и 2 часа точно не разрезайте. Дайте ему хорошенько настояться и остыть. Когда пирог полностью остыл, тогда режьте. Достала из духовки, дайте ему постоять, как я сказала, до полного остывания. Вот так в разрезе выглядит пирог. Очень красиво. Давайте пробовать. Очень красивый песочно-ореховый коржик. И вот этот белок сверху. Так круто. На нем вот эти вот такие, как слезы ангела. Так. Слушайте, крем нежнейший. И ореховый корж. Чувствуется, как конфетка. Как конфетка из детства. Орехово-шоколадная. Попробуйте. Это простой, вкусный ореховый пирог. На моем канале очень много разных пирогов и тортов. Посмотрите, выберите на выходные что-то вкусное. Приготовьте эту вкусноту. Думаю, что вам очень понравится. Вот эта прослойка сверху белка просто очень вкусна. Все. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Наслаждайтесь кавы с вкусным пирогом. Целую, люблю. Бывает и папа.